На момент аварии, на момент аварии Ирия, мы жили, исполнилось три месяца. Как платон было практически. И, ну как, маленький ребёнок ночью не спим. А жили мы тоже в квартире. И через стенку жила семья, муж которой был милиционером. И вот мы и так только заснулись с ребёнком, слышим, ну, ругань, соседи ругаются. Она спрашивает, где ты был ночью? Не было тебя, да, я звонила, ты не отвечал. А он начинает оправдываться, ты понимаешь. Стенки тонкие, всё слышно. В Чернобыле случилась авария, нас туда всех милиционеров по тревоге. Она на него ругается, и всё. Вот так мы первые узнали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Больше никакой информации ни по телевизору, ни по радио на тот момент не прозвучало, это была суббота. А вот начиная с воскресенья из Припяти начали, там же тоже сначала не говорили, что авария, начали вывозить людей. Начали вывозить людей и поселять в домах, в семье. И одну из семей, ну все семьи были, жили у людей несколько дней, пока им нашли место, куда их можно переселить более основательный, на более длительный период. С этого времени мы начали немножко бояться. Вот ребенок маленький, пеленки мы перестали сушить уже на улице. Хотя информации никакой, опять же, радио по телевизору нет. Пеленки начали, ну люди, ну как, сами начали догадываться, говорили, чтобы меньше радиации было. Надо пеленки с двух сторон утюжить, надо окна закрывать, не открывать, чтобы не заходило пыль. И телефоны все выключены, междугородная связь отсутствует, нельзя было дозвониться никуда, абсолютно, ни родственникам, никуда. Раньше же мобильных телефонов не было, и только междугородная связь через 08, вы же знаете. То есть междугородка была полностью отключена. Передать информацию или просить о помощи, чтобы приютили родственники не было. Любой выезд из Полесского был закрыт, ни один автобус не ходил в сторону Киева, абсолютно, не в сторону Беларуси. То есть из Полесского выехать нельзя было, а машине, если я хотел выехать на машине, машину просто разворачивали. Вот, Ирочка, такая была я, это как раз апрель 86-го. 18-16-го. Ну и так продолжалось целую неделю. Целую неделю нельзя было выехать из Полесского. Мы понимали, что опасность, и уже на свекре собирался трактором через лес вывезти на Малинску, на Ковридская трасса, через Малин, через Базар. То есть собирался лесами, там же вокруг леса, лесами под тайными дорожками собирался вывезти нас трактором. На тракторе работал. С ребенком, чтобы мы куда-нибудь ехали. Ну и, наконец, 4-го мая, это была Пасха, это было воскресенье, поэтому я очень хорошо помню, разрешили выезжать. Очередь стояла, три очереди стояла, аж на улицу на автостанции. Все хотели уехать. И вот я стою в очереди, а мне привезли уже ребенка, сестру мою десятилетнюю. И я даже дома не была с вещами совсем, и я прямо с автостанции с детьми. Мы уехали родственникам в Венецкую область. Петр, я правда? Вот когда раз я была в Ворзеле, вот эта Ира родилась в январе, а пять месяцев это июнь. Значит, мы жили в санатории, но женщины, у которых были дети школьного возраста, естественно, ближе к осени начали беспокоиться, куда дети пойдут в школу. В то время в Полесском местные власти все никак не могли решить проблему, будем мы выселяться или не будем. То есть возвращаться ли в Полесское, не возвращаться ли в Полесское, куда детям в школу идти. Но на то время, наверное, в стране не было финансов, чтобы обеспечить жильем Чернобыль, Припять, села, да еще и Полесский район. То есть было правительством принято решение только о переселении 30-ти километровой зоны. Только же. Ну, ближе к осени было решено, что все-таки мы возвращаемся назад. И вот в августе, в конце августа месяца мы вернулись назад в Полесское. Потому что детям надо было идти в школу. Это я вожатая работа. Это я пришла на работу. Вожатая на работу. Вожатая. Вожатая. Детям не разрешалось нагибаться, чтобы сорвать святую. Можно было только ходить по асфальту. Но это другие дети были. Это было другое время. Почти 30 лет назад. Не было компьютеров, не было планшетов, не было мобильных телефонов. Дети хотели играть на улице. Играли на улице. Наверное, на это еще надо делать скидку. Так детей водили за руку, чтобы они ходили только по асфальту и ничего руками не трогали. Для детей это очень сложно. И вот они чем занимались. Идет урок в школе. Одновременно в школу моют. По окнах пена бежит. Моется в стены, моется крыша. Моется. Дальше. Мы начали в Полесском проводить газ. До этого периода люди отапливали гробы, печи. Дровами. Дровами. Ну лес вокруг, а дровами отапливали. Начали проводить газ. Бесплатно. Людям провели воду, водопровод, канализация. Начали, поменяли всем крыши. Шифер поменяли. На всех домах частных. Я не помню, я жила не в частном доме. Сначала мыли сначала, а потом начали менять. Поменяли заборы все. Асфальт перекладывали. Асфальт накладывали, несколько слоев. Мыть бесполезно было. Слой положили. Например, газ провели, парили асфальт. Опять наложили. Воду провели, опять. Несколько слоев вложили асфальт. Давала ли она что-то, мы не знаем. Мы не знаем. Вот такие работы проводились. Переведете дальше. Да, да. Дальше, что еще запомнилось. В это время, ну я не знаю, какова политика была. Возможно, чтобы сдержать людей, чтобы они уезжали массово. Начали платить 100% на этот банк по зарплате. Вот, например, в то время, моя зарплата, я работала при нервожатой в то время, была 100 гривен. Ну, 100 рублей. 100 рублей. Ну, я получала 200. Ну, вот, все получали в два раза больше зарплаты. А за какого времени началось все это снабжение было хорошее? Ну, подожди, и вот в это время тоже начинается еще плюс снабжение хорошее. Продукты, вещи. Да я не помню в каком. В принципе, в то время было хорошее снабжение. Активно продолжалось строить жилье. Люди получали квартир, потому что знали, что с ними едут куда-то. Жилья здесь. Тут все-таки. И я получила в 88-м году трехкомнатную квартиру с одним ребенком. То есть это достаток. А с двумя людьми получали четырехкомнатные квартиры. То есть, я думаю, что и это тоже еще держало людей. Субтитры создавал DimaTorzok Хотели, ждали долго. Долго ждали, хотели. С энтузиазмом собирали вещи. Паковали их в ящики. Искали машину. Хотя фактически, по закону, по-моему, нельзя было вывозить ничего. Ну, так как в Чернобыле. Ну, все, мебель. Вот это оттуда. Все, все, все. Это все мебель, это все. Часть куплено здесь. Так что, возможно, исторический момент, вы сидите возле гамма-бета-лучей. Так что. А тот момент, молодые люди, у которых дети еще маленькие, все в основном хотели? Да. Не в основном, хотели все. Все хотели. Хотели. Знаете, почему хотели? Потому что надоело ребенка водить за руку. Лежит яблоко. А еще нельзя его поднять. Шелковица растет на дереве. Нельзя. Ну, как объяснишь ребенку? А оно хочет. То есть, вот даже в таком плане психологическом. Хочет в песке играть? Нельзя в песке пасочки играть. Понимаете? Вот, и хотели поменять жизнь. Мы-то взрослые, нам все равно на работу, с работы, кастрюли, такое дело. А дети, дети. Мои средние, они богатые. Мы обычные семьи. Я там была. Выселение проходило, даже трудно сказать, в несколько этапов. Выселение проходило по мере того, как появлялось жилье, куда можно было выселить людей. Выселяли только на территории Украины. Каждый областной центр, районные центры, которые есть на территории Украины, предоставляли количество свободного жилья. Это, эти списки вывешивались, висели они у нас на, я не помню, или в горсовете, или в лесхозе, на дверях. На дверях, например, написано было, сумма, например, там, 20 квартир, например, там, хорол или лубны какие-то там, еще там столько-то квартир. То есть люди, подходя к этому списку, выбирали, куда им долгие ехать. Возможно, у них там есть родственники. Возможно, они просто хотят куда выехать. И, исходя из этих списков, эти списки печатались в районной газете, что есть столько-то, такое-то свободное жилье. Например, там, не просто столько-то квартир, а столько-то трехкомнатных, или столько-то двухкомнатных, или однокомнатных, то есть люди смотрели, подходят им или нет. В то время жилье предоставляли таким образом, меняли равноценную на равноценную. Почему у нас трехкомнатная квартира? Потому что у меня по лескам была трехкомнатная квартира. Хотя мне по закону, по житловому кодексу, с одним ребенком положена двухкомнатная квартира. Но поскольку у меня была трёхкомнатная квартира, я здесь получила трёхкомнатную квартиру. Роди были правильные, то есть я не сама родила, ребенка я не годую, молока у меня нет. То есть не знаю, влияет, не влияет. Ну и ребенок у нас, поскольку я постраждала, я имею статус постраждала на данный момент. У него есть посвящение тоже. У ребенка есть. То есть у вас роды были нормальные? Кесарь. У нее тоже проблемы с щитовидкой, она чудом забеременеет, у нее поликистоз, яичник. То есть гастрит наблюдался, когда ходила в школу. То есть здоровье. А что за руки? Здоровье, как бы ты? Ты здоров? Ну, он сейчас не переселен, что ли. Он может не научен от людей, чем облик. А что так не надо обобщать? Не все ж такие, не все такие злые. Да. То есть родившиеся и... То есть вы знаете, что же... Да, 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 да. А что нам рассказывать? Если, понимаете, нам типа жилье строят переселенцам, а им уже их двигали. Люди ждут, когда мы жилье. Люди ждут. Они совершенно забирают у них жилье. Все. Ну, сейчас оно уже выровнялось, все нормально. Вот тут детский садик был тогда построен, вот вместе с этим микрорайоном. Ну, и высотки такие там. Так это еще доказывает то, что если появлялись рабочие места, то приоритеты были у переселенцев. Ну, так правительство решило. И это... Школа построена. Приоритет для переселенцев. То есть переселенцы, педагоги, они все... Первую очередь. Первую очередь. И из-за этого опять же нас не любили. Ага. А вот через 5-7, наверное... То есть не сильно там так долго это все длилось. А вы знаете, когда мы приехали сюда... Ну, это да, это уже здесь, это школа новая. А Тараси как? 4 года. Я была ее учительом в 2014. А Тараси, ну, красный. Это я? Это Кира. Кира, я. А-а-а. Я считаю так. Нужно было переселять желающих. Это мое мнение. Потому что молодые люди прижились... Ну, мы молодыми приехали, сюда было немножко больше 20. Мы прижились, нам хорошо. Вот старые люди, они очень плохо приживались. И очень многие сразу умирали именно... Мы считаем, что психологический фактор на них очень воздействовал. Потому что, представляете, старая бабка приезжает, которая... Вот мы поговаривали между собой. Сейчас, конечно, эти разговоры прекратились. Почему именно так в разных местах? Вот как вы думаете, почему? Чтобы люди меньше знали, сколько болеет, сколько умирает. Чтобы не было вот такой связи. Чтобы не было так заметно. Что люди массово болеют, умирают с таким... Терпят от всего. Вы сами так... Между собой люди поговаривают. Ну, сейчас эти разговоры прекратились уже больше 20 лет. А вот сразу, почему не в одно место? Очень многие люди болеют. Умирают. Молодыми многие. Очень молодыми. Ну, то есть люди... Нет здоровых людей. Я понимаю, что в общем ситуация экологическая плохая. Но наши полезские люди, чернобыльцы, очень... В нехорошем состоянии. Аммар, да? У отца имя, да? У отца, да? У отца имя, да. Та forget. Утя 500 гuilいました. Утянь. Всё, помахай, мы подымаемся. Чао! Чао towns. С видят, как раз. Субтитры создавал DimaTorzok